Пресс-секретарь МИД Армении, Анна Нагдалян, прокомментировала вопрос о возможности участия Турции в процессе Нагорно-Карабахского урегулирования. А она обратилась к этой теме в контексте встречи, главы МИД Турции Мевлюточеву Шаглу, с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, и последовавших заявлений турецкого дипломата. При недружественной политике в отношении Армении и армянского народа, которая также выражается в контексте Нагорно-Карабахского конфликта односторонней военно-политической поддержкой Азербайджана. Турция не может играть какую-либо роль в процессе мирного урегулирования конфликта, сказала Нагдалян. Ей ответил известный российский историк и политический аналитик, профессор Олег Кузнецов. Несмотря на то, что пресс-секретарь МИД Армении, Анна Нагдалян, равно как и ее непосредственный шеф Заграб Мнацаканян, с порога отметают любую возможность непосредственного участия Турции в мирном урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта. О чем они сделали соответствующее заявление, на самом деле официальная Анкара имеет для этого все формально правовые основания. Дело в том, что в состав Минской группы ОБСЕ по Нагорно-Карабахскому урегулированию, помимо трех сопредседателей, России, США и Франции, входят также еще шесть стран, в статусе постоянных членов, Белоруссия, Германия, Италия, Турция, Швеция и Финляндия. А поэтому запретить представителям МИД Турции встречаться с сопредседателями ОБСЕ, официальный Ереван, как бы того он не хотел, никак не может. Проигнорировать результаты этих консультаций, тоже не может. И не может выйти из формата Минской группы, в знак протеста тоже, так как это будет, автоматически означать его односторонний отказ, от участия в мирном урегулировании армяно-азербайджанского конфликта по Нагорному Карабаху. Тем самым развяжет рубки Азербайджану, в начале освободительной войны, итоги которой всем здравомыслящим людям в этом мире, совершенно понятны и очевидны. И я не уверен в том, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ, под информационным давлением официального Еревана, позволят себе проигнорировать данную инициативу турецкого внешнеполитического ведомства. Так как это будет означать нарушение ими статуса, этого международного органа и автоматическое лишение своих синякур, после возникающего вслед за этим дипломатического скандала. А лишиться теплого, бесхлопотного и доходного места, никто не хочет. Поэтому, уверенно можно поставить сток одному на то, что встреча представителей МИД Турции и сопредседателей ОБСЕ состоится, как только для этого будет согласована и определена устраивающая все стороны дата. Помешать как-то этой встрече ни МИД Армении, ни армянское лобби мира будет не в состоянии, так как она будет результатом не политической воли, а буквальным исполнением формально-правовых норм статуса ОБСЕ. Все участники, которые обязались его признавать и исполнять при создании этого международного органа. Таким образом, Еревану остается только встать в позу обиженного судьбой стороннего наблюдателя и продолжать сотрясать воздух пустыми и бессмысленными эмоциональными заявлениями, демонстрирующими полную профессиональную некомпетентность и политическую ангажированность армянских дипломатов. А теперь, ответ на вопрос о том, имеют ли Турции реальные возможности активизировать деятельность Минской группы ОБСЕ. Безусловно, да. И не только путем дипломатических заявлений. Армения и Грузия – это очень хороший, и главное, принципиально новый коридор для переправки сирийских беженцев окружным путем, через Абхазию и Украину в богатую и сытую Европу. Жаль, что в Ереване не задумались о возможности такого варианта развития событий перед тем, как откровенно и без всяких на то оснований начать хамить Турции. Так что Ереван привычно выстрелил себе в ногу, сначала продемонстрировав всему миру собственную полную невежественность в вопросе состава Минской группы ОБСЕ. А затем, исключив для Турции любую возможность влиять на ситуацию в деле Нагорно-Карабахского урегулирования. Воистину глупость и самонадеянность людская не знает границ. Субтитры создавал DimaTorzok